Народ, ну что, привет! Вот, наконец-то, первый дождь в Эмиратах. Сейчас будем вам показывать. Каких Эмиратах? Я перезачешу. Нет. Народ, привет! Наконец-то мы видим первый дождь в Кении. Мы отъехали от Найрови, едем в Хайл-Гейт, едем в озеро Найварша. Это рифтовая долина, риф Палэй. Сейчас будем вам показывать. Кстати, вот наша маршруточка. Мы приехали с друзьями, они уже долгое время в Кении и много всего знают. Поэтому нам как-то чуть полегче уже с маршрутами. Не нужно писать ничего, не нужно записывать и искать. Вот, кстати, тоже туристы остановились. И мы идем показать вам это чудо. Это оказалось во время извержения какого-то вулкана, честно не помню. То есть это две пластины какие-то сошлись. И вот эта вот долина оказалась. И это по всей Африке, как бы говорят. А вот теперь смотрите, какая красота. Мама дорогая. Просто у нас, наверное, сейчас все сумбурно, но мы немножко в шоке. Боже. Мы просто немножко в шоке, и вы, наверное, с нами немножко в шоке. Люди, как всегда, мусор. Люди мусор, люди мусор. Смотри, 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 зверек, зверек какой-то. Он кого-то кушает. Да вон, вот он, вот он. Боже, сейчас подождите. Какая-то белка, наверное. Приближу. А птица какая-то, черная-желтая. Вон он, что-то жире. Цибел коленку. О, зверек, да, привет. Снова Наташа все замечает. А вот птичка черная-желтая. Боже, какая красота. А вот и птичка. Да, находим такие интересные моменты в кенийской природе. Но то ли еще будет. Давайте сейчас немножечко приближу вам. Вот такая она рифт Вали, повторюсь. Рифтовая долина. Слушай, это не то, что это... А, это картина. Это действительно картина. Вообще просто. Украина, Украина. Спасибо, Джамбо. Асанте сана. Акари будет, пожалуйста, по-моему. Если Асанте сана, это спасибо. А смотрите, какие еще вот... Напоминает такой маленький небольшой баобабчик. Вот такие мы сегодня. Немножечко в шоке от кении. Какая же она другая. Какая же она интересная. Ну, вот все такие мататки стоят. Маленькая маршрутка называется Матата. Вот Наташа снимает тоже. Вот такая у нас первая остановка. У меня же руки трусятся. В двух парках. Ну что, народ, как вам Кения? Вообще что-то нереальное и другое. Оставайтесь с нами и ставьте лайки. У меня реально руки трусятся от такой красоты. Я не знаю. Это эмоции какие-то. Боже. Эмоции зашкаливают. Все, фотографии сделали. Смотрите, какой котенок умильный. Вообще, сначально я думала, что это обезьянка. Но котенок играется с ниточкой. Это прикольно. Так, сувениры нам сказали. Где сувениры? Так, давай, Наташа, иди вперед. Здесь еда на остановочке. Давайте идем, покажем вам сувениры. Нам сказали, что здесь могут быть нормальные магнитики. Нам друзья заказали. А дело в том, что не так много, как оказалось в Кении, нормальных магнитиков. Добро пожаловать в Кении. В каком стране? Украина. Украина. Да, Украина. Украина. Акуна Матата. Так, магнитики, всякие вот такие сувениры здесь можно купить. How many of this is? You select. Okay, wait. One piece how much? Ну, я даже не знаю, так хороший, нехороший. Вот Масайчик прикольный. Мне такие вот непонятные. Which one? Да, они все одинаковые. Ну, подожди, смотри, есть такой, есть такой. One thousand five hundred. One thousand five hundred. Сколько? One thousand five hundred. Сколько это, Наташ? Ну, это понятно, что они... Доллар, чем? Ну, понятное дело. Ну, тут торговаться, нам сказали, нужно очень сильно. Ну, то есть, понятное дело, что магнитик можно за доллар забрать. А вот такого Масайчика в самолет, как Наташ, смотри, вот. One thousand five hundred. Ну, тут они 12 долларов, а 12 долларов 1500, да? А, точнее, 1500 разделить на правильно? Так, маски. Брату маску хочу привезти. Ну, на 120, правильно? Ну, да. Ну, это 12 долларов. 12 долларов, да? 12 долларов, да? 12 долларов. Господи, а вы что? Господи, ну, ребят. Нет, мне не нравится пицца. Ну, в принципе, вот такие популярные цвета, фенечки. Классные. Нет, ну, даже если на три разделить, то 4 доллара, это дофина. Да, даже 4 долларов. Вот, брат мои маски собирает, у него очень много. Вот такое бы ему предложить. Не, ну, понятное дело, что там... Я думаю, наши друзья нас сюда бы не послали, если бы знали, что здесь такие цены. Что-то такое. Давай. А здесь how much? Сейчас будет говорить, что это дерево, короче. Что-то еще, чекожар страуса, короче. Вот так хочет. Ну, 8500. И сколько это делить? Долларов? 70. 70 долларов. Ну, ребята, вы же понимаете, что такая маска может стоить 5-10 долларов в Египте. Что за развод такой? А здесь? Ну, короче, говорит, выбирайте, выбирайте, мы вам дадим хорошую цену. Не, ну, это что-то, мы понятно, что мы, у нас, как бы, вот, видно, что мы туристы. Хотелось сказать, мы белокожие, но... Ладно, короче, скажу, что мы туристы, видно. Вот такие цацки прикольные. Ну, и не так же разводить. Что ж, за 70 долларов маска? Вы что, вообще обалдели? В Египте вот такие же маски. Просто брату будет приятно, если я привезу из Кении. Правильно? Красивые вот такие сувенирчики. Не, Наташ, ну как здесь, 70 долларов маска? В Египте такая 5 стоит. Просто покажем вам, что есть, и давайте я цены спрашивать не буду, потому что вы сами понимаете, какие нам сейчас будут называть цены. Торговаться нужно... Вот прикольно, смотри, это вот пятерка, которую нужно увидеть в Кении. Лев, леопард, буйвол, носорог и слон. Все говорят, вот эта вот пятерка нужно увидеть на сафари. И вот тоже пятерка здесь. Вот, я бы хотела землю увидеть. Для чего? Это как бы вешалка или это просто... Наверное, вешалка, вешалка сувениршка. А если вы understand this. А это для красоты или для чего? Для красоты. Это просто для красоты. Ну вот оно тоже здесь. Эти вот 5 животных, которые нужно увидеть. Красивые масаи, да, это вот племя в Кении называется масаи. Снова маски. Кении или степанит? Ну, не знаю. Надо наших друзей спросить. Ой, Каджиняна, ты бачила? Нет. Прикольное держит что-то. Вот это как пепельница. Типа, вы выберите, а я вас разведу. Он серьезно думает, что... Ну, серьезно, туристы за 100 долларов покупают маску и пару магнитиков? Ой, чувак, успокойся. Парень нам несет уже корзинку. Говорит, вам что нужно, вы кладите. Он веселый пацан, да? Мы, конечно, сонные. Мы проснулись в 5 утра. Но не настолько, чтобы нас разводить. Наташа, как тебе разводики? Очень большие разводики. Да что-то вообще. Поторговаться надо, но я сейчас поторговаться. Да у меня даже желания как бы особого нет. Ну, такие маски прикольные и маленькие. Так, давай говорить так. Мы приехали в Афгану. Поэтому здесь нас будут раздевать по полной. Слушай, нас везде раздевают. И на Шри-Ланке, и на Бали, и в Кракове, и в аэропорту тоже сколько денег я потратила на обмен валют. Так что, знаешь, туристов раздевают везде. Нужно читать отзывы. Нужно, когда ты сонный, особенно не делать покупок и думать мозгами. Я права, друзья мои. Пишите в комментах. Я уверена, что, ну, когда ты сонный... Ой, двухметровый жираф. Наташа, становись. Рассказываю. Вот читали где-то отзыв. Мужчина возмущался, что он купил двухметрового жирафа, и его не пустили в ручную кладь в самолет. Он его бы куда присобачил? Там пристегнул бы с собой? Не, ну я теперь понимаю. Не, ну вы представляете, вот человек пишет на компанию плохой отзыв, что купил жирафа в сувенир, и не пустили в самолет. Елки зеленые. Вот, кстати, африканская карта. Что это такое? Ну, уже кожа. Не знаю. Кожа. Угу. Так, а где Кения? Вот она. Не знаю. Вот она, Кения. А вот в Танзании мы там были на острове Занзибар. Но, к сожалению, тогда мы не снимали видео на ютюбе. Много масок, много всего. А, ботик, ботик. Это ботик. Сколько же всего? Ну, классно. Я рада, что сувениры есть. Даже есть маски зебр. Есть маски жирафов. Можно привезти, но, конечно же, такого разводня Гая не встречала. Даже в Египте, по-моему, говорят, такая маска сразу будет стоить, ну, долларов 30-50. Но не 70, ребята. Я смотрю, что как раз покрасилась перед поездкой. И одна здесь такая, по-моему, такая белая-белая, ярко-белая. Они такие, о, эту белую обезьяну можно развести. Можно даже не разговаривать. Да. Так что даже как-то, не знаю, неприятненько, что нас так разводят. Ну, что, туристы, что вы хотите. Теперь и все, и нравится. Ну, красивое животное. Ну, честно, вот не возникает желания спрашивать, почем после такого развода вообще. Ну, сейчас пока это у нас слишком нагло, если честно. Никакого желания нет. Ну, там даже все про эбонит выясняет. А это тоже магнитики, что ли, да? Нет, это просто животное. Вот такая маска тоже красивый, цвет мне нравится. Что самое интересное? Что кардилы не принт, а реально на миллионе. А, вот Саша говорит, картины реально нарисованы, не принт. Ну, как бы, красиво, красиво рисуют. По краям видно, что, если принт, то оно было принт. А, ну да, видно, что краска заляпана трошки. Это что-то такое, колонна слоников? Ага. Колонна слоников, прикольно. Нет, то, что я смотрю магниты, конечно, меня пока это вообще все не радует. Все очень печально. Вот Африка, вот такой магнит перевезти. Ну, блин, что-то интересное бы хотелось. Ну, Масай только самый адекватный. Что он, видно, что он реально, жалко, что мне написано Кения, но видно, что вот эта вот цепочка, ой, цепочка. Господи, браслетик. Вот реально он красивый, он как бы, видно, что вот Кения. Что-то он не лепится уже. Еще и магнит плоховатый. Ну, не знаю, конечно. Вот зебра такая, носорожек. А вот они здесь, селек, зебра, носорожек. Блин, ну некрасиво. Ну, как будто ребенок нарисовал мордочку львом. Не знаю, что-то такой поминер друзьям привезти. Нет такого желания. Ну вот, друзья, такая первая остановка. Вообще, короче, очень круто все. Долина супер. Какие-то виды нереальные сувениры классные. Так что вы нам ставите лайки, пишите комменты. А мы поехали дальше.